Первые шаги, они самые сложные и было действительно тяжело. Но за счет того, что мне это очень сильно нравилось, была компенсация и в скором времени это переросло в удовольствие. И сейчас, даже если возникают какие-то трудности, то они временные. Так 13-ричный Роман Галішніков каже про свой шлях у цирковых мистецтвах, жонглювания и акробатики. За шесть лет занять хлопец сягнув чималих успехов. У цирку без конкурсов и фестивалей не можно. На тащу разу після красивых залов Роман повертається до тренувального манежу. Тут дійсно робоча атмосфера, яка захопила хлопчика с первого дня знакомства с цирком. Мы пришли на представление в наш цирк, посмотрели, все понравилось. И вот спросили у сотрудников, есть ли здесь тренировочный манеж. Есть. И вот мы здесь. Хлопці навчают тонкості в жонгляжу та акробатики кілька тренерів. Один з них легенда Дніпровського цирку Сан Санич Цитко, артист вищої категорії. В нього був знаменитий номер «Антипод». Так називають жонглювання предметами до гори ногами. Досі цей номер артисти згадують. Чесно говоря, «Антипод» мене не очень увлекает. Почему? Не знаю, как-то я не могу себе переселить. Мне больше нравится работа руками. Вы строгий? Я? Спросите. Справедливый. Очень справедливый. Если есть за что, то похвалит. Если нет, то наругает, расскажет, что как. Поначалу было какое-то такое отвержение критики, и как бы, да, то есть казалось, что там придираются или еще что-то, но потом со временем понимаешь, что никакого придирчистого отношения здесь нету, то есть как бы все справедливо. У него до сих пор не развито ничего. Да. Да, Ромка? Да. У нас не хвалят. У нас говорят «хорошо» и «до свидания». Такожуть добре и навіть відминно майже всіх тувачить выступы Ромы на концертных майданчиках та аренах. Лауреат первой премии! Награды помогают понять, что проделанная работа не зря. И когда есть, бывает очень редко, но все же они бывают такие моменты, когда садишься и думаешь, это так тяжело, то есть когда уже будет тот самый пик популярности, когда уже будет какое-то великое признание, именно эти награды, они стимулируют работать дальше. У Романа ціла колекція дипломов, кубков та медалей. Целком заслужених, чесно зароблених. Романа, который хочет все делать на максимум, чтобы все было правильно и чисто. Он занимается уже не один и не два года, досяг много чего. Но он и артист уже. У нас сейчас даже профессиональные артисты, некоторые не кидают четыре булавы, так как вы. Один только, что можно рекомендовать, все профессиональные артисты обовязково заваливают какую-то фигуру, для того, чтобы все понимали, что жонглювать это не так легко, как это вы. Легкость досягается наполеглевостью. Цю формулу в цирку знають и малые, и дорослые артисти. Они помогают один одному, потому что все коллеги и друзья. Напористость и целеустремленность у Ромы стоит получиться гораздо больше, чем у взрослых артистов. И такой поддержанности, консервативности. Я вам, честно скажу, даже ему в каком-то плане белой зависти завидую. Втім, цирк все ж мистецтво парадне, когда артист прагне до успеху облесков, букетов и целых фейерверков вражений. Для меня важен процесс, но все же я буду очень рада именно тому моменту, когда наступит такая, можно сказать, эра узнаваемости. Когда будут брать автографы? Ну, автографы, может быть, уже... Автографы не берут, но несколько раз подходили, просили фотографироваться. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, и с великим удовольствием всегда пообщаюсь с людьми, которые тоже это любят и ценят. Родина Галішніковых навіть приезжала до Польщі із наміром надати роману Європейскую циркову школу вищу за Дніпровську. Та виявилося навпаки, там циркове мистецтво не розвинуто. Так, трошечки мам смуток за Польщик, бо было там очень мило людей. Уже, так, мне бракует польская мова, но целиком есть там задовольное, что я приезжал до Украины. Для меня счастье, когда, во-первых, когда есть цирк, я понимаю, что цирк – это невидимная часть, а, во-вторых, семья. Так, семья – это самое главное. Цирк, школа, друзьи та семья – все это сейчас важливые склады жизни юного артиста Романа Галішнікова, имя которого мы обязательно увидим колись на больших афишах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова